И днём, и ночью назимники пытаются достать из ледяного плена тяжёлую технику. К примеру, на этом участке под лёд провалился огромный трактор К-700. Чтобы спасти увязшего тяжеловеса, в ход идут специальные приспособления и другие мощные машины. Такие операции могут продолжаться несколько дней. Сразу вытащить технику не удаётся. Почему? Потому что проламывается лёд, в основном тонкий, и туда выгнать большое количество техники для вытаскивания, это не представляется возможным. Вот как у нас был случай в районе Туры, бульдозер Кировец больше месяца вмораживался в реку. Почему? Потому что не было возможности подогнать технику и начать спасательную операцию. С помощью такой техники были проложены сотни километров зимников. В народе их называют «дорогами жизни», потому что по ним в труднодоступные места завозят необходимые грузы, нефтепродукты, стройматериалы и продовольствия. Например, за этот зимний сезон во все поселения доставили более 2000 тонн съестных припасов. Это важнейшая задача для эвенкийских властей, от успешного исполнения которой зависят и строительство, и энергетика, да и вся экономика района. В этом году программа зимнего завоза выполнена практически в полном объёме. По некоторым направлениям с резервом. И это несмотря на все капризы погоды. Некоторые месяцы зимние, они не характерны были для эвенки, они чередовались с тёплыми, значит, если можно сказать, что январь, декабрь месяц были на 1, 2, 3 градуса выше нормы, причём это по северам. Поэтому были все трудности, значит, связаны и с пробивком содержания автозимников и перевозкой, соответственно, грузов. Сейчас в эвенки завершается сезон зимников. Дороги быстро тают и превращаются в огромные лужи, по которым вскоре не смогут проехать даже самые проходимые машины. В ближайшие дни будет закрыто движение транспорта по северным направлениям таёжных трасс. А вся тяжёлая техника, в том числе и спасённая из ледяных оков, теперь будет дожидаться следующей зимы. Ярослав Цымбал при поддержке телекомпании «Хэглен».